Каждый лидер нуждается в молитве. Каждый лидер нуждается в людях. Мы находимся в Иерусалиме и изучаем жизнь Ниемии. Наша тема — наделенные силой лидировать. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать на мировое влияние, добро пожаловать в Иерусалим. Сегодня, находясь здесь, мы говорим о лидерстве. Сегодня мы будем изучать жизнь Ниемии. Он приехал в Израиль и за 52 дня построил стену. Во время передачи мы порассуждаем о том, как обрести силу, чтобы вести людей в 21 веке. Ниемия сделал то, что не сделали за 140 лет. Он снова отстроил стены Иерусалима всего за 52 дня. Сегодня давайте учиться строить отношения с окружающими людьми. С теми, кто над вами, с теми, кто рядом, с теми, кто вам подотчетен и с близкими друзьями. Мы будем служить вам сегодня. Мы рады будем молиться о вас. Если у вас должность лидера или проблемы с начальником, не ладятся с коллегой по работе, или люди считают, что у вас нет права быть лидером, мы помолимся о вас. Звоните по номеру, который на экране, или зайдите на сайт по этой ссылке. Расскажите нам свою историю, что происходит в вашей судьбе. Как мы можем поддержать вас, как лидера? Каждый лидер нуждается в молитве. Каждый лидер нуждается в людях. Об этом и поговорим с вами сегодня. Без тех, кто следует за вами, и без тех, кто рядом, вы не являетесь лидером. Сегодня мы будем изучать жизнь Ними и то, как он укреплялся благодаря кругу своих отношений. Именно так он стал человеком, которым его призвал стать Бог и исполнил видение, вложенное в него Богом. Оставайтесь с нами. Это передача «Мировое влияние» и я, ее ведущий, Билли Уилсон. Мы находимся в Иерусалиме. Сегодня речь пойдет об укреплении лидера через его отношения. Мы вернемся через минуту. История Иерусалима связана с историей Древнего Ближнего Востока. Он располагался на перекрестке между Египтом, Месопотамией и в более поздние годы Грецией. Этой территорией хотели завладеть сопредельные страны. Во времена Соломона Иерусалим процветал, но во времена войны Иерусалим вынес страдания. В V веке до н.э. Вавилон рос за счет завоевания новых земель. Вначале на пути к завоеванию в Египет он сверг северные племена Израиля, а потом в 586 году Иерусалим. Возможно, Вавилон строил план по захвату Иерусалима, но вскоре персы свергли в Вавилонин, и проблема с границей была забыта. За более чем 100 лет, в 445 году до н.э. царь Артаксеркс I правил в персидской столице Суза. Это почти 250 километров к востоку от реки Тигр, то есть территория Ирана. Артаксеркс был сыном Ксеркса, мужа Исфири. Он знал ее происхождение. Он сел на престол после кровавого военного заговора, где были убиты его ближайшие родственники. Вскоре после этого он подавил совместное восстание Греции и Египта. Ниемия просил у него разрешения уехать и восстановить стену Иерусалима. Этот проект понравился царю. Царь доверял Ниемии. Вняв его просьбе, Артаксеркс тем самым почтил заслугу Исфирь и установил дружественную ему крепость между Персией и ее врагами, укрепив древние стены Иерусалима. Ниемия прекрасно подошел для осуществления этого данного Богом замысла. Передача «Мировое влияние» находится у стены Иерусалима. Мы говорим о лидерстве. Мы изучаем жизнь Ниемии. Сегодняшнее учение называется «Учимся строить отношения». Ниемия был молодым человеком, Бог призвал его совершить большое дело в своем поколении. Эти городские стены вокруг Иерусалима были руинами на протяжении 140 лет. Ниемия привел небольшую группу людей отстроить их заново всего лишь за 52 дня. Джон Кеннеди сказал, «Есть два неразлучных брата, лидерство и обучение. Мы, университет Орела Робертса, главой которого я являюсь, верим в это. Мы верим, что когда люди учатся, когда изучают, они обретают силу вести других за собой. Также мы верим, что когда мы влияем на окружающих, то мы обнаруживаем большие возможности служить лидерами. В данной серии передач о лидерстве я периодически возвращаюсь к Исайе в 61 главе. Через него Бог обращается к нам, поясняя причину нужды в лидерах для царства Бога. Исайя сказал, «И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». Именно это сделал Ниемия. Мы призваны восстанавливать духовные стены в мире. Что же такое лидерство? Что такое современное лидерство? Специалист по нему, Питер Друкер, говорит, «Есть только одно определение слова «лидер» — тот, за кем следует». Уоррен Беннис. «Лидерство — это способность воплощать сведения». А Джон Максвелл сказал, «Влияние — это исчерпывающее определение лидерства». Лидерство или служение в царстве Бога — это оказывать влияние согласно воле Творца, чтобы исполнить его видение ради славы Господа. Сегодня мы изучим круг отношений лидера, а это наше руководство, те, кто с нами рядом, и те, за кого мы несем ответственность. Смотря на этот круг влияния лидера, мы можем изменить все сферы влияния к лучшему, обратиться людей к Божьей цели и его видению для них. Во-первых, поговорим о показании влияния на наше начальство, на тех, кому мы подотчетны. Будучи руководителями, мы всегда имеем лидеров над собой. Совет, комитет или целую страну, которая голосует за вас, ведь вы политик, всегда есть человек, которому вы всегда подотчетны в жизни под солнцем. Как мы влияем на своих боссов, которые управляют нами? Чтобы иметь власть в Божьем царстве, нужно самому подчиняться власти. Как относиться к властям, поставленным над нами Богом? Неемия служил царю Артаксерксу, правителю величайшей империи в мире на тот момент. Это царство занимало территорию по всему лицу Земли, от Индии до Греции, от Черного моря до Красного. Могущественная империя. Артаксеркс на тот момент был, возможно, самым влиятельным человеком в мире. Неемия служил ему. Ранее в книге Неемии мы обнаружили, какое воздействие он оказал на своего сверхвлиятельного господина. Это вторая глава первых стих. Прочтем же об этой встрече и беседе между могучим персидским царем Артаксерксом и его виночерпием Неемией. В месяце Несане, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально. Ты не болен, этого нет, а верно, печально сердцем. Я сильно испугался и сказал царю, доживет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Есть те, кто обладает властью, дать полномочия или лишить вас их. Как мы влияем на наше начальство, чтобы оно дало нам власть исполнять то, к чему нас призывает Бог? Я верю, по этому случаю, Ниемия показывает нам, как влиять на тех, кто отвечает за нас, на тех, перед кем мы подотчетны. Прежде всего, подчиняйтесь и смиряйтесь. Это расположит их к вам. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иаков говорит, «но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, подчиняйтесь и смиряйтесь. Во-вторых, заслужите доверие своим служениям. Ниемия был хорошим виночерпием. Он исправно выполнял свою работу. Поэтому царь выслушал его. В-третьих, будьте благоразумными. Ниемия научился, как входить к царю и как уходить от него. Он не делился тем, о чем надо было молчать, и не говорил лишнего. В-четвертых, обретите благосклонность Божьей. На жизни Ниемии была милость от Бога, когда он подошел к Картаксерксу просить о своем замысле приехать в Иерусалим и восстановить стену. Бог благоволил к его судьбе, и это же благоволение повлияло на царя. Пятый псалом говорит, «Ибо ты благословляешь праведника Господя, благоволением, как щитом, венчаешь его». Девятнадцатая глава притчи повествует, «Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву». Ниемия нашел благоволение в глазах Артаксеркса. Монарх отпустил его выполнить то, к чему его призвал Бог, и быть лидером там, куда его призвал Бог. Если вы хотите быть эффективным лидером, смиритесь, будьте благоразумным и живите в благоволении Бога так, чтобы ваши начальники дали вам полномочия исполнить то, к чему призвал вас Бог. Оставайтесь с нами, мы в Иерусалиме, неподалеку от северных ступеней Храмовой горы. Через минуту я вернусь, чтобы продолжить учение о человеке, который построил стену и преобразил мир. Учение о лидерстве, о том, как лидеру получить силу. Давайте учиться принципам лидерства у наших специалистов, они помогут добиться успеха. Существует миф во многих организациях о том, что все почести должны доставаться лишь главному директору-основателю. Мы представляем Томаса Эдисона в одиночку управляющего в своем кабинете компании General Electric. На самом деле в том кабинете было 15 человек. Вернемся на несколько веков назад. Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу. В действительности с ним над фресками работало 12 человек. Всегда в работе задействована команда. Не только те, кто идут за вами, но и друзья, которым вы подотчетны. Ваши добрые советчики. Один из самых вредных мифов об одиноком лидере такой. Если ты борешься и проигрываешь, то виноват во всем ты. На самом деле ты потерпел поражение, если тебе не хватает начальников, подчиненных и друзей. Общество наносит ущерб самому себе, когда чествует лишь одного лидера организации, не упоминая его команды. Лидерство — это не одиночный, а командный спорт. Да, люди говорят, на вершине чувствуешь себя одиноко, но если это так, то ты зашел на опасную территорию. Правда в том, что на вершине никогда нет одиночества. Вокруг тебя всегда должен быть круг близких друзей, которые направляют себя, и этим коллективом вы ведете остальных, большинство. Доверие должно быть обоюдным. Доверяй и будь открыт для людей, с которыми ты хочешь вместе расти и строить доверительные отношения, чтобы они находились под твоей защитой. Принимай критику в свой адрес. Конечно, это неприятно, мы не хотим ее слышать. У тебя никогда не будет близких отношений и надежного круга, пока ты первым не покажешь доверие людям, будучи открытым для критики. Легко показывать примеры своим начальникам и друзьям, и эта модель применима почти везде. Всегда, если рядом ближний или дальний, с кем надо проконсультироваться, всегда есть люди, кто позади тебя. Мы продолжаем учение о лидере и важности отношений. Мы говорили об отношениях с нашими лидерами, о нашем влиянии на них. Теперь обсудим тех, кто рядом с нами. Как вы влияете на команду, которую Бог призывал вас вести? После того, как Неемия прибыл в Иерусалим, он повлиял на маленькую основную группу лидеров, которые присоединились к нему для восстановления стен. Послушайте цитату. «Я пришел в Иерусалим, и, пробыв там три дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеевшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и начали они сие благое дело. Если у вас есть видение от Бога, и вы уверены, что оно от Бога, к вам присоединятся люди и примут его, и помогут вам исполнить то, к чему вас призывал Творец. Лидеру очень важно видеть то, что другие не видят, чтобы он вел их делать то, что они не могут делать без вас. Сценарий «Видение лидерства» дает описание лидеров-визионеров, которые так нам нужны. Сценарий сказано так. Лидеры-визионеры закладывают фундамент новых начинаний, используют воображение. Они смелые и проницательные. Такие люди бросают вызов, который вдохновляет людей и объединяет их вокруг цели. Они трудятся целеустремленно и организованно ради достижения высокой цели. Эти лидеры не живут текущими вопросами. Их взгляд устремлен к горизонту. У Неемии было видение под названием «Малый круг». Это были лидеры, что примкнули к нему для восстановления стен Иерусалима, чтобы впредь не быть в уничижении. Молюсь, чтобы вы взяли у Бога видение и стали настоящим лидером-визионером. Если вы уже являетесь им, вы влияете на тех, кто рядом. Итак, вы влияете на ваших лидеров, на тех, кто рядом с вами, и должны влиять на тех, за кого ответственны вы сами. Неемия и его основная команда лидеров просят действовать народ и разрабатывают процесс реконструкции стены. Если вы собираетесь помочь тем, за кого вы ответственны, есть несколько принципов, которые дает нам Неемия, чтобы помочь им. Помните, лидерство — это влияние. От видения вы переходите к его воплощению. Во-первых, разработайте план действий. Планирование помогает исполнять Божие видения для них и для вас. Во-вторых, подавайте пример своим поведением. Это поможет вам вести людей, за которых вы в ответе. Неемия был примером. Он одеялся, встал на стену и собственным примером повел людей за собой. Своим примером труда и своим примером честности и примером своей внутренней силы и веры в Бога. Люди, которые следуют за вами, смотрят на вас. Они ищут того, кому они смогут доверять, тому, с кем они смогут служить, хорошо служить. Поэтому будьте честными, чтобы они смотрели на вас и брали с вас пример. Образцовое поведение очень важно для лидера. В-третьих, стройте отношения через общение. Неемия строил отношения с людьми, он выслушивал их и узнавал о них новое. Нужно было постоянно быть на связи, чтобы вести людей к исполнению Божьего видения для них в Иерусалиме. И в итоге Неемия извлек полезнейший урок. Чтите тех, кто трудится в общем деле. Прорабатывая данное учение, я открыл третью главу Неемии. Здесь необычный отрывок. Не буду зачитывать целиком, но скажу вот что. Третья глава Неемии начинается с перечисления всех, кто восстанавливал стену. Эта семья возвела вон ту часть стены, а та семья вот эту, тот каменщик сделал это, а тот священник и остальные семьи отстроили данный ее участок. Кажется, он перечислил всех, кто работал на стене. Он понимал, когда люди вкладываются, важно благодарить их за это. Неемия многими путями выразил им признательность в самой книге, а она — отдельная часть Библии. Столетия спустя, я читаю в третьей главе благодарение лидера Неемии, адресованное людям, которые служили с ним. Лидеры, мы должны помнить, каждый важен и труд каждого ценен для конечного результата. Как мы влияем на тех, за кого мы ответственны? Разработайте план действий, подавайте пример своим поведениям, покажите им, что вы их любите, постоянно общайтесь с ними и уважайте их за вклад в общее дело. В итоге, если вы хотите быть лидером, вы должны влиять на ваших лидеров. Одно из величайших влияний на лидеров оказывают семьи и друзья, те, кто вокруг них. Неемия общался с Ездрой, вместе они принесли существенные перемены в Иерусалиме. У него были друзья, которые помогли ему на этом пути. Все мы нуждаемся в друзьях. Важно, выбирая друзей, убедиться, что мы влияем на них так же, как и они влияют на нас. Важно знать, что влияние друзей — это важно. Притча 27 глава говорят нам, железо оттачивается железом, а человек — своим другом. Друзья подбадривают и зовут на новую высоту, или же освистывают и подрезают крылья. Есть старая концепция — бочонок с крабами. Тут все очень просто. Рыбак ловит крабов и бросает их в ядро или в бочонок. Он не волнуется за них, ибо знает, им не выползти. Почему? Всякий раз, когда краб начинает выбираться из бочонка, другой краб цепляется на него и стаскивает обратно. Этот принцип действует и в дружбе, и в отношениях. Я наблюдал, как Бог благоволил к юношам и девушкам, вел их на высоту. Я видел, как их ближайшие друзья стаскивали их обратно во мрак, из которого Бог вывел их, не имея предотвратил это. Он знал, Бог призвал его достичь высокой цели. Его друзья оттачивали его, воодушевляли, подбадривали. А тех, кто пытался лишиться его вдохновения, он не позволял войти в его жизнь. Итак, сейчас лидерство — это влияние. Лидер помогает воплотить видение. Это отношение, это участие в жизни людей и ведение их к Божьей цели. Не имея, был профессионалом. Бог действовал через него 52 дня, чтобы совершить то, что не делалось 140 лет. Хочу поднять ваш дух. Влияйте на тех, кто над вами, на тех, кто рядом, и на своих подчиненных. Убедитесь, что те, кто влияет на вас, это хорошие друзья. А еще не переключайтесь. Через минуту мы вернемся и завершим выпуск «Учимся строить отношения с ближними». Сегодня мы говорили о важности отношений лидера с близкими. Лидеру очень важно развивать отношения с теми, кто рядом, с начальниками, с подчиненными и с теми, кто близок им. Особенно важно каждому лидеру выбирать правильных советчиков и близких друзей. Тех, кто говорит в их жизнь важное. Важно иметь хороших людей, которые будут давать благочестивые советы. А еще мы упомянули философию бочонка с крабами. Многие люди начинают подниматься, а ближние сталкивают их обратно. Возможно, это ваша история. Вероятно, вы общаетесь с тем, кто тянет вас вниз, удерживая от того, чтобы вам стать лидером согласно призыву Бога. Воспользуйтесь этой возможностью сейчас и освободитесь от этих пропитанных ядом отношений, чтобы быть тем, кем Бог желает видеть вас. Или у вас сложности с начальником на работе, или ссора с домашними. Если вы нуждаетесь в молитве за эти отношения, звоните нам по телефону, что на экране, или зайдите на сайт. Наша команда будет молиться с вами, чтобы Бог послужил вам. Бог желает, чтобы у вас были правильные, угодные Ему и хорошие отношения. Он хочет научить вас ходить в смирении и послушании, чтобы Его благосклонность была с вами, и вы влияли на тех, кто ответственен за вас, на ваше начальство. Божие благоволение будет с вами, а Босс и не поймет, почему Он повысил вас, просто будет знать, что Ему это надо было сделать, или же вам нужна благодать, чтобы помочь окружающим. Команда присоединится к вашему видению, к которому вас призывает Бог, или же Он поможет вам вести за собой ваших подчиненных. Истина вот в чем. Неемия имел благодать для отношений с людьми. Артаксеркс благословил его. Команда лидеров присоединилась к нему для стройки, а люди окрест Иерусалима подвязались с ними и возвели стену. Его близкие друзья все эти годы шли вместе с Ним. Бог желает, чтобы вы черпали силы из этих отношений. Так вы станете лидером согласно Его призванию. Вы смотрели «Мировое влияние». Сегодня мы были в Иерусалиме и говорили на тему «Учимся строить отношения». Вы смотрели программу «Мировое влияние» «Духа по всему миру» через Конгресс Empowered 21. Чтобы подробнее узнать об Empowered 21 и других всемирных событиях, зайдите по адресу, который сейчас на экран. Для того, чтобы поддержать эту программу финансов, просто зайдите на наш веб-сайт. Меня зовут Кори Форд. Я специалист в связях с общественностью. Я очень люблю людей и еще больше люблю знакомиться с ними. Я считаю, что связи с общественностью — это самое настоящее искусство. Поскольку я учусь на факультете коммуникации, я верю, что вскоре буду выступать на публике и давать консультации. Я знаю, что Бог приготовил для меня множество разных проектов. Учеба на моем факультете очень помогает мне заводить новые знакомства, сотрудничать с разными организациями, добиваться своих целей в служении. До того, как я поступила в УОР, я верила, что Бог приготовил для меня что-то очень интересное. И однажды я спросила Его, что мне делать дальше. Сегодня Бог открыл предо мной множество дверей, которые раньше были закрыты. В следующем году я стану вице-президентом студенческого совета. И когда я смотрю на себя со стороны, я начинаю благодарить Бога за то, что Он дал мне возможность стать тем, кем я являюсь. УОР представляет множество интересных проектов, в которых вы можете участвовать. И это потрясающее чувство — понимать, что Бог направляет каждый мой шаг. Субтитры создавал DimaTorzok Наделение властью — это принятие власти и силы. В университете Орла Робертса мы будем обучать поколения наполненных духом лидеров. Форбс назвал УОР одним из наилучших американских колледжей. По словам Princeton Review, он лучше на Западе. Daily Beast называет УОР одним из пяти самых здоровых университетов. И Travel Channel назвал территорию ОРУ потрясающим. Мы готовим здоровых лидеров для здорового мира. В этом наше и ваше предназначение.